Доброе утро! Днем воздух прогреется до 27 градусов тепла. В горах ночью 8 плюс 13, днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 20. В Черкесске переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер восточный. Днем с переходом на западный 5-10 метров в секунду. Порывы до 13-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью до плюс 17, днем 25-27 градусов тепла. По итогам работы за первое полугодие службы судебных приставов республики отмечается уменьшение исполнительных производств, взыскание алиментов. В этом направлении наметилась положительная динамика. Руководитель ведомства Марат Урусов отметил, что за текущий период более 300 должникам по алиментам вынесено постановление о временном ограничении на управление автомобилем. Отрадно отметить, что работа по взысканию алиментов ведется в тесном взаимодействии с аппаратом уполномоченного по правам ребенка и религиозными конфессиями Карачева-Черкесии. В структурных подразделениях управления по состоянию на 1 августа текущего года находилось 2394 исполнительных производств взыскания алиментов. За 7 месяцев текущего года судебными приставами исполнителями городских районных отделов службы окончено и прекращено 677 исполнительных производств. В настоящее время остаток исполнительных производств данной категории составляет 1716 производств. За указанный период судебными приставами исполнителями структурных подразделений осуществлено более 700 выходов по месту жительства должников. Итоги и перспективы системы образования Черкеска обсудили на традиционном августовском совещании работников образования. В нем участвовали представители 42 муниципальных образовательных и дошкольных организаций, а также учреждений дополнительного образования республиканской столицы. Подробность у Алии Баташева. Начальник управления образования Черкесска Николай Рыжов рассказал о результатах сдачи единого государственного экзамена по профильным предметам, необходимым для получения теста об образовании. Так, русский язык в этом году сдавали 500 выпускников. Средний балл по итогам ЕГЭ в Черкесске 58, по республике чуть ниже 57. В 2015 году этот показатель по Карачево-Черкесии составлял 56,97%. Лучший показатель среднего балла в МКОУ «Гимназия» 9, 60,78. МКОУ «Лицей» 15, 69. Центр образования номер 11, 66,00. Математику «Базовый уровень» сдавало 490 выпускников текущего года. Средний балл по проекту «Я сдам ЕГЭ» 4. По итогам ЕГЭ 4. Средний балл по ПЧР – 3,99. В 2015 году средний балл составил 3,81. Анализ ЕГЭ по математике «Базового уровня» и «Русскому языку» показал улучшение результатов и снижение по неудовлетворительным оценкам. Этому способствовала целенаправленная работа с выпускниками текущего года в рамках реализации проекта «Я сдам ЕГЭ». Положительный момент этого проекта для учителей заключается прежде всего в возможности систематизировать работу молодых специалистов, учителей с малым опытом работы в старших классах. В методических пособиях для учителей приводится календарное планирование работы на учебный год, анализ типичных ошибок участников ЕГЭ прошлых лет, дается краткая характеристика экзаменационных работ, методические рекомендации по разным аспектам преподавания курса и по урочной рекомендации. Я хочу поблагодарить всех вас, присутствующих здесь, за хорошую подготовку наших городских школ к новому учебному году. И думаю, что дети оценят вместе с родителями ту подготовку, которая была проведена вами. Хочу сказать, что в этом году мы запускаем новую школу. Открытие новой 19-й школы по улице Космонавтов в Черкесске запланировано на начало сентября. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. И заглянем в календарь необычных праздников. Сегодня день шепота травы. В этот день необходимо посидеть около травы или на траве, можно на газоне. В последний день лета нужно слушать шепот трав. Они нам шепчут, что скоро придут холода. Но если повнимательнее прислушиваться к их шепоту, то узнаете много интересного. Так считают те, кто отмечает этот праздник. А вот просто отдохнуть на природе, понаблюдать за удивительными растениями и их красотой, разнообразной цветовой палитрой и ароматами трав может каждый из нас. От общения с природой улучшается настроение, а также общее самочувствие. На этом наш утренний выпуск завершен. Следующая информационная программа Вести Карачаева-Черкесия с Ашимизом Пхешевым выйдет в эфир в 11.30. Доброго дня, отличного настроения, до встречи!